привет друзья с вами рома и канал просто симулятор так получается друзья что у нас сегодня прям вечер про коровники извиняюсь друзья чутка захворал так вот совсем недавно я выложил видео по засновке где заготавливал сено для коровника ну и там же задал вам вопрос друзья что делать все таки запускаем макаровник или какое-то другое предприятие например теплица чтобы заработать деньжат и в общем-то на этом деле потом раскрутить коровник чтобы потом не потратите деньги на закупку техники для коров самих коровника сами самих коров ну и так далее так далее поэтому там жду друзья с нетерпением ваших мнений на этот счет ну вот теперь мы на бухала у нью и здесь уже другая ситуация здесь у меня успешное свое производство живу точнее уже несколько карьер вот коровник я тоже запустил но проблема у меня совершенно другая в коровнике пока мы едем на урале продавать молоко это почти 24 тысячи литров полученных за три месяца работы коровника так вот суть в чем друзья у меня 180 коров при вместительности коровников 300 голов и эти 180 коровок успешно поедают 52 тысячи литра корма за месяц то есть и в результате их производительность падает но не говоря уже про 10 тысяч литров воды которые это максимально вместительность 52 тысячи литров корма не максимальная вместительность почти максимально это две разгрузки моего корма смесители друзья ну и вот за счет того что коровы поедают весь корм огромное количество на самом деле за счет того что они попиваются воду их естественно производительность какой-то момент в месяц и в отчетном приостанавливается и все результат при плоду придется ждать дольше потому что цепочка прервалась и в следующем месяце все заново контролировать когда в месяце произойдет падение этой производительности когда корм закончится в общем-то сложно потому что непонятно в какой момент это происходит где-то судя по всему ну раз в месяц день месяц получается ну вот где-то глубокой ночью получается надо искать в начале следующего месяца корень проблемы судя по всему я поэтому задолбавшись каждый месяц загружать коровник по полной программе это муторное действительно занятие загрузить эту сначала кормосмеситель два раза отгрузить в коровник все равно не хватает и опять же воду надо завозить поэтому я решил друзья сократить поголовье своего коровника вдвое то есть со 180 до 90 и посмотреть как это сильно повлияет она производительность коровника насколько мне полечает плане загрузки кормов и так далее и так далее ну в общем-то облегчить мне хоть сколько-то жизнь потому что ну вкалывать только на коровник надоедает каждый месяц одно и то же то есть невозможно просто взять пропустить все чтобы коровник пожил без меня надо обязательно там объявиться обязательно загрузить по полной программе кормовки так как мы в денежном плане не выгораем хотя играю на харде у меня есть карьер который выручает который приносит стабильно 200 плюс тысяч месяц даже на тяжелом режиме поэтому в общем-то мы и поэкспериментируем с коровами благо финансово мы ничего не потеряем глава глобально то есть посмотрим как это вообще все работает поэтому друзья вот у меня мы тут разгрузили молоко кстати говоря забавным было уралпак вы обратили внимание как только мы разгрузили молоко пропали надписи молоко ну вот такая особенность у этого уралпака что какую жидкость наливаешь цистерну такое название отображается то есть выливаешь надпись пропадает так смотрим наших коровок вот они все 180 на месте по плоту две разгрузки кормов я сделал ему на смеси все 2000 литров воды тоже полным полна коробочка 1000 литров то есть все я забил вот перед тем как поехать продавать молоко а теперь давайте продадим половину коров который мне есть и посмотрим какой будет результат вообще от работы коровника за это месяц ну и соответственно что у нас там будет по съеденным кормам это мне больше не рисует но вот такая вот ленивая сволочь извините меня хочу немножечко посвятить время чему-то другому нежели бесконечному кормлению коров так не туда так вот продаем еще 30 ты 90 коров все в порядке ну что мы теперь отправляемся собственно говоря домой поспим пропустим месяц уйдем в апреле и увидим собственно какой у нас там результат будет от всего этого нас мытья но проверяем все на месте солома тоже еще вагон соломы проблемы в принципе не возникало по ней проблем нет проблема по съеденному корму так мы дома ну отправляемся в баньки друзья сейчас будем переходить в апрель переместимся обратно в коровник и посмотрим что же у нас за этот отчетный месяц произошло что случилось как отработал коровничек очень больная для меня тема но тут такое к сожалению если 180 коров проедают так быстро корма что будут делать 300 коров сложно представить себе поэтому давайте посмотрим уже перемещаемся так подходим коровнику и что мы видим так ну вот смотрите корма съедено все равно больше половины из того что я заготовил 21 1533 литра осталось воды при этом 7000 литров попита выработка по молоку 6246 вот забавный момент то есть все равно съедается больше половины корма выпивается больше половины воды но производитель молока падает где-то процентов на 25 то есть в среднем за месяц 180 коров не давали 80 менять 8000 литров молока тут чуть больше 6 то есть получается по молоку мы не сильно просто проседаем это очень интересный момент учитывая что по кормам тасс видите как как какой расклад то есть в вода две трети уходит по кормам чуть больше половины уходит а по молоку мы теряем что-то около чем там четверть по порядка четверти то есть получается что имеет смысл все-таки сократить поголовье коров потому что выхлоп по молоку не сильно меняется вот это очень принципиально важный момент в принципе то что я увидел я этим удовлетворен воду конечно придется подливать ну да бог с ним эта процедура довольно быстрая корма месить мешалки вот это геморрой потому что надо закинуть пару тюков соломы закинуть сено потом минеральные корма потом еще надергать силосом силосной яме и потом уже это все добро сгружать поэтому друзья я думаю что вот я на этой схеме и останавливаюсь возможно я конечно попробую ну условно говоря до сотни вывести но пока вот модель с 90 коровами не нравится ну вот в общем то это почти как и на дефолтных коровниках больших когда 80 голов можно собирать да в целом то поэтому не эта модель вполне себе понравился такой подход поэтому скорее всего как я уже сказал я попытаюсь месяцок-другой пожить так и посмотреть в общем-то не соскучусь ли по постоянной загрузке корма все равно буду видеть придется заливать друзья кстати вода вот она бесплатная у коровника поэтому наверное мы все таки вот эту схему наверное и оставим друзья чтобы по кормам каждый раз каждый месяц не заезжать хотя бы раз два месяца появляться коровники это вполне себе достаточно вот молоко 6 с лишним тысяч литров ну то есть учитывая загрузку цистерн там четыре раза где-то четыре месяца раз четыре месяца будет продажа ничего нормально поэтому вот на этом я думаю пока остановлюсь и продолжу играть благо тут забот и планов у меня хватает потому что надо еще вот запустить лесопилку все-таки нужно не палеты хочу я опять запустить цементный завод благо карьер тоже есть там для полного счастья для загрузки не хватает всего лишь одного именно палет поэтому необходимо запускать лесопилку так что вскоре этим друзья и займешься на карте бухалова но у меня пока друзья на это все будьте здоровы берегите себя не болейте но обязательно подписывайтесь на канал просто симулятор как в ютубе так и в вк в этом дополнительно еще выкладываем различные материалы всевозможные ссылки на моды так что друзья обязательно тоже туда добавляйте но у меня на этом все пока пока